значит небольшой обзор на пульт nk 105 g3 вот так он выглядит тут два магнитика сзади еще особенно кнопка стоп потом один из вопросов который мне попался такой я не мог даже найти это в интернете что ручная подача значит я думал что вот это вот джок это как бы ручная подача но это к сожалению было рабочая подача она на движение вручную не так влияло значит ручная подача настраивается нажимаете просто ok вот это вот быстрая ручная подача 500 медленная ручная подача ну тут все понятно шаговая подача вы выбираете здесь шаг начать чтобы выбрать только вверх-вниз право-влево не работает вверх-вниз например здесь вы хотите поставить 8000 просто наводите сюда и нажимаете 8 1 2 3 и нажимаете ok и все так же и здесь например если нужно поменять x y нажимаете 0 ищите . . . . . . 0 2 и окей окей и все и ничего дальше прописывать не нужно и все для того чтобы выйти просто нажимаете скейт и все и тогда джок то есть шаг шаговая вот включаете нажимаете шифт шифтом включаете шаговую вот тут степпинг написано и все и тут вы степпингом только вот этими вот по оси игрок икс и позже дальше степп выключаете пятеркой регулировать скорость слов и хай значите большая и маленькая то есть маленькая работает вот так вот то есть вообще еле еле двигается а большая ну вот естественно это у нас работает на хай а вот это на славу значит следующее следующее некоторые люди не могут найти и зайти в настройки настройки mfr параметр вот тут вот выбивает нужно ввести пароль сейчас я его скажу значит пароль у нас следующий три три пять восемь семь пять пятьдесят значит вводим три три пять восемь семь пять пятьдесят нажимаем ok и все выходите на строки уже здесь вы можете настраивать все что нам на все что вам нужно я не особо этих настройках разобрался поскольку мне там ничего не надо значит еще раз буква или точнее кнопка к 1 отвечает за за сброс инструмента то есть вы нажимаете к 1 потом она говорит типа вы уверены что вы хотите как бы снять инструмент и нажимаете да и она его сбрасывать потом нажимаете к 1 и она его принимает обратно но есть еще дополнительно осторожно нужно с этим быть shift плюс один тогда инструмент сбрасывается автоматически то есть он не ничего не нужно подтверждать нигде то есть вы нажимаете все он полетел это кстати очень плохо так же вот например на станке есть кнопка которая это сидела значит для тех людей которые хотят просто нажимать старт стоп ничего больше не делать то есть там раскрой дерево там пластика чего-то такого то в принципе нормально пульт этот сойдет но если это каких-то более таких уже интересных вещей например тут если вы хотите там чтобы сдвинуть четко там на 5 миллиметров там куда-то то есть вам нужно зайти в настройки вот здесь вот выставить там стейпинг и так далее то есть это все очень очень долго очень долго это все выставлять и непонятно неправильно как то то есть а так в принципе для элементарных раскроек дерева можно пользоваться так следующее к 2 к 2 отвечает за стружка отсос поднятие поднимается и опускается следующее это у нас включение шпинделя сейчас выключу оправку вставлю включение шпинделя также выключение шпинделя но вы например включили шпиндель 3s я так поделил что 1s равняется 3420 оборотов ну тут всего лишь максимально 7s то есть как бы 7 скоростей как в автомобиле но одна скорость равняется 3400 там оборотов то есть это можно поделить вы 24000 делите на 7 и получаете значение начать shift минус вы сбавляете обороты 1 2 ну тут плюс только с зажатым шрифтом плюс минус выключить шпиндель и все дальше если нажать shift плюс 2 тогда станок поедет и будет отбивать инструмент вот он поехал у него из датчик высоты инструмента и он будет его сейчас отбивать так но но вы например можете сами подъехать сюда подъехать инструментом вот так вот например на большой скоростью вниз и можете нажать shift shift и девятку тогда он просто поедет вниз и просто отобьется но это будет намного быстрее так по мне так ну естественно play пауза стоп все так вот выглядит у меня сам контроллер nk 105 я бы не советовал лучше поставила бы linux ну станок не мой решать не мне все всем спасибо спрашивайте может кому что будет интересно